Видеокурс «Пады лапы макевары. Секреты сверхэффективных тренировок». Поставь себе нокаутирующий удар, получи сверхэффективную комбинацию, а также узнай отличный комплекс по физподготовке. Ссылка в описании под видео. Итак, мы переходим к следующей рубрике «Наработка боевых ситуаций». Я дам им несколько, вернее, десяток боевых ситуаций. Самое первое, которое мы рассмотрим, это работа навстречу от левого джеба. Это постоянный удар, за все кадры удары в любом борьбе левый джеб. Мы будем делать от него именно боксерскую наработку навстречу. То есть моя задача, как падмена, держать в правой руке пады, все время ход удар на встречу, и своей левой рукой, ладошкой, я инвестирую джеб. Задача напарника, прежде всего, делать уклончик и левой ручкой встречать. Сначала мы это наработаем на месте. То есть мы стоим, я просто обозначаю, не спеша, медленно, чтобы напарник понял, что делать. Обязательно с левой рукой нужно делать небольшой шаг на левой ноге, для того, чтобы увеличивать силу. То есть я как бы левым джебом тянусь, достаю, он меня проваливает, и еще навстречу, где добавляет джеб, двойной удар. Таким ударом можно хорошо потрясти, даже заставить пошатнуться противника, если он чисто ляжет. Итак, работа на месте. Когда я вижу, что все хорошо получается, я добавляю движение, то есть полную имитацию как-то противника. И все, я работаю сюда, я ляжу, и он уходит. Его задача споймать этот момент и бросить меня навстречу. Так, очень хорошая такая жесткая наработка. Когда четко получается под левую руку, можно работать правой рукой. Удар немножко другой, со своим нюансом. Этот нюанс уклон в обмуты. То есть я левой рукой, он делает уклончик в обмуты, и правой рукой сразу через руку бросает навстречу. Так, тут такая работа. Очень опасный удар. Такой оверхенд называется. Очень хорошо и часто его в ММА используют. Удар приходится на весок, на челюсть, и практически всегда, если он чисто проходит, противник ложится. И теперь напарник может работать любой удар. И левой, и правой рукой навстречу. Но я просто эфицирую противника, постоянно держа на куват. Он захотел прямой, захотел правый, захотел левый. Опять левый, так правый, так, так. И со временем я уже в бою, будет страшно пить, так как он постоянно бросает навстречу. Обязательно эту наработку постарайся хорошо отработать. Следующая наша наработка, это встречный фронт-кип. Тоже не менее опасная штука. Конечно, к нокауту она не приведет, но для судей она очень показательна. И для психологического давления, скажем так. Какая суть работы? Я просто держу макевары, одна на вторую, все время на корпусе под фронт-кип. И обозначаю как-то круговые удары накой. Или правой накой, или левой. Задача моего напарника, в момент, когда я делаю удар и остаюсь на одной ноге, резко выбросить фронт-кип. Или правый, или левый. Это несущественно, но вначале лучше нарабатывать по одному. Например, сначала работаешь четко под левую ногу, потом четко под правую. А потом уже выбираешь ногу сам. Очень хорошая наработка. Если резко ее делать, то я как падмен, за человек с падами, оставаясь на одной ноге, буду падать назад все время. Если ее хорошо жестко сделать, это туда. Я вообще могу упасть. Поэтому сначала мы просто нарабатываемся одновременным движением. Хап. Да. Я ударь, и он ударь. Блин. То есть вот такая работа. Я как бы круговой ударь, и он сразу меня встречает. Блин. Здесь очень важно падмены не бояться делать этот круговой ударь. А то обычно мальчики, и у тебя будет такое вначале, когда держат макимары, стараются быстро дернуть, для того, чтобы его не унесло и он не упал. То есть боятся ударов падения. Так? То есть если так работать, то напарник, он свою работу не делает. Потому что он не успевает ничего сделать. Ты просто медленно набрасывай полностью беделки, чтобы у него было время, как и реальная ситуация в бою. Лоу-кик на вверх. Гуру-ку, ушел. Левый лоу-ку, гуру-ку, ушел. И в таком режиме четко нарабатывать гуру-кик на встречу. Смещаясь, перемещаясь. Сейчас также будет встречная наработка. Очень она хорошо используется в Майдай. Ими серьезными бойцами. Это работа коленом навстречу, вот ударом руками. Очень опасная вещь. И когда она проходит, ломаются или ребра, или печень отбивается на руках. То есть бой можно закончить досрочно, однозначно. Но здесь нужно работать аккуратно и сначала медленно. То есть задача какая? Например, и тебе вначале рекомендую сначала работать под одну руку. То есть я правой рукой все время держу моих два рук от колена. А левой буду ему обозначать какие-то удары, любые. То есть моя задача удар, его задача навстречу. Пока моя рука вылетает ровная, вставить свое правое колено, например. Или левое. Сначала также лучше нарабатывать одну ногу, а потом уже чередовать. Очень важна техника выполнения колена. Видите? То есть убрать голову назад, корпус назад, таз вперед и выдавить колено вперед. Для того, чтобы я рукой не доставал. Это то же самое делается в бою. Когда противник бьет, ты убираешь голову и достаешь в ребро. Пробиваешь ребро, когда вытянута рука. Очень жесткая и сильная работа. И так мы работаем под левую ручку. Я начинаю митировать противника, движение. Бью боковой. Бью апперкоты. Бью прямые. Он все время бросает колено. Точно так же под правую руку. Трум туда. Тут то же самое. В админу нужно не бояться и полностью обозначать удар. Не бояться, что ты сейчас получишь. Для этого нужно начинать все делать в беде. А затем уже прибавлять рабочую боевую скорость. Хорошо. Так. И тут я уже начинаю руки менять. Я работаю любой рукой. Или правой, или белой. Так как мне больше нравится. А он уже старается встречать колено. Вот такая жесткая на работе.